Мы продолжаем наше путешествие по Швейцарии. Из Берна мы направляемся в Женел. В городе расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций. Мы проезжаем мимо памятника, который символизирует объединение всех стран и народов. А это здание – штаб-квартиры Всемирной торговой организации. Кроме нее, в Женеве расположены штаб-квартиры Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения, Европейского отделения ООН и другие. А это вход во дворец наций – Европейскую штаб-квартиру ООН. Этот гигантский комплекс по площади, равной Евросальскому дворцу, был построен в 1936 году. С 1946 года в здании размещается ООН – преемница Лиги наций, созданной в Женеве в 1920 году. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дворец нации Можно увидеть одну из самых необычных скульптур Деревянный стул высотой 12 метров с обломанной ножкой Это памятник всем пострадавшим от него манного оружия Его сломанная ножка – символ опасности, которую представляют противопехотные мины и кассетные бомбы Мы едем вдоль Женевского озера по набережной Монблан С набережной Монблан в хорошую погоду открывается великолепный вид на гору Монблан В честь которой и получила свое название «Городская набережная» А это символ города – Женевский фонтан Высота струи воды достигает 140 метров, а скорость выброса воды – 200 км в час С 19 века набережная Монблан отличалась большим количеством фабрик, располагавшихся неподалеку Которые были постоянными потребителями воды Когда в один час они останавливали производство, неминуемо возрастало давление в системы водоснабжения, создавая риск разрыва труб Поэтому решено было установить в озере сбросной клапан, куда могла бы уходить лишняя вода Идея его превращения в туристический аттракцион привела к тому, что фонтан быстро стал над ними символом Женевы Женева впервые упоминается Юлием Цезарем котельское поселение Геннава в I веке до н.э. В средние века она была под властью различных европейских государств В XVI веке проведена реформация и на рубеже XVIII-XIX веков находилась в составе наполеоновской Франции И лишь в 1815 году на правах кантона вошла в состав Швейцарии Памятник объединению Швейцарии Это две бронзовые фигуры женщин, республика Женева и Гильвеция, персонифицированный символ Швейцарии Знаменитые цветочные часы, один из символов города В 1903 году были установлены первые женевские часы Современные были установлены в 1955 году Их диаметр 5 метров Каждый год дизайн часов меняется Еще в Древней Греции родилась идея цветочных часов А воссоздать такие часы пришла в голову Карла Линьер Он стремился заинтересовать студентов биологическими ритмами растений и цветов Ну а здесь продают современные швейцарские часы Субтитры подогнал «Симон» Площадь Бурбтефур существовала еще в эпоху Древнего Рима В то время здесь располагался рынок и каждый день шла бойкая торговля скотом Сейчас это популярное место для встреч и прогулок в Женеве В центре которого находится небольшой фонтан, установленный в XVIII веке А это штаб-квартира аукциона Кристи Одной из главных архитектурных достопримечательностей Женевы является Собор Святого Петра Строительство храма было начато в 1160 году и длилось около 150 лет Собор Святого Петра – это один из первых храмов кальвинизма С 1535 года он является реформаторским Кальвинизм – это направление протестантизма, созданное и развитое французским теологом и проповедником Жаном Кальвином Если Мартин Лютер начал протестантскую реформацию церкви по принципу «убрать из церкви все, что явно противоречит Библии», то Кальвин пошел дальше Он убрал из церкви все, что в Библии не требуется В Женеве Кальвин пишет «Катахизис» – краткое изложение своих взглядов на реформацию В 1537 году катахизис единогласно был принят городским советом и граждане Женевы начали приносить присягу новой формуле веры Одним из главных экспонатов Собора Святого Петра является стул Кальвина Собора Святого Петра Памятник Пикте Дерашмону, политическому деятелю, который подготовил декларацию, определяющую постоянный нейтралитет Швейцарии Стена Реформации Стена Реформации – это международный памятник Реформации в Женеве, напоминает о событиях реформаторского движения внутри церкви Фундамент памятника закладывался на 400-летие со дня рождения Жанна Кальвина в 1909 году На цоколе установлены статуи Жанна Кальвина, Теодора де Безе, Джона Нокса и Гильяма Форель Помимо этих фигур, на стене стоят и другие, менее крупные по размерам Это статуи личности, также сыгравших важную роль в эпоху Реформации Памятник Анри Дюфуру установлен в центре Новой площади Это легендарный полководец, который сделал многое для Швейцарии и Женевы Рядом с ним находится Большой оперный театр Женевы Художественный музей Рад, который основан сестрами Генриеттой и Жанной И музыкальная консерватория Женевы А это памятник Анри Дюнану, основателю Международного комитета Красного Креста Субтитры создавал DimaTorzok Английский парк расположен на берегу Женевского озера И выполнен в английском традиционном стиле Суть этого стиля отражена в ровных прямых аллеях, скульптурах и особой посадке деревьев В парке установлено несколько бюстов и чудесный фонтан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Памятник Сиси императрице Австрии Элизабет Он установлен на набережной Монблан в том месте, где она была убита в 1898 году Мавзолей герцога Карла Брауншвейского Герцог завещал все свое состояние Женеве С условием того, что будет похоронен на высоте 6 метров от земли В склепе, сделанном по образцу усыпальницы рода Скалиджер в Вероне Денег хватило не только на возведение мавзолея, но и на строительство оперного Грандтеатра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok